Канобу.ру представляет И что принесет с собой новое обновление Xbox 360? Уже прошли Слепиндокс и успели забыть Гонконг? Скоро появится повод вернуться. Square Enix анонсировала первое сюжетное дополнение. DLC под названием Nightmare in North Point введет в игру китайских вампиров-зомби. А все потому, что по сюжету один убитый мафиози восстает из мертвых со своей армией нежити. Их в китайском фольклоре называют Кюнси. Кстати, в DLC будут и другие потусторонние выдумки, поскольку китайский фольклор, по словам разработчиков, один из самых главных источников вдохновения. Китайский кошмар поступит в продажу 30 октября на всех платформах, на которых вышла оригинальная игра. Только вот цена пока неизвестна. Ориентируемся на 1200 Microsoft Points или 400 рублей. Пока одни игры приобретают контент, другие его теряют. Разработчики Metro Last Light заявили, что в их игре не будет мультиплеера. По словам сотрудников 4A Games, от него решили отказаться, чтобы успеть выпустить игру вовремя и довести до совершенства одиночную кампанию. Собственно, поэтому всю команду, которая строила прототипы сетевой игры, перекинули в основной отдел. Правда, таких было не очень много, говорят разработчики. Неприятно, но мы смирились. Только выпустите уже игру. Совсем скоро выходит новое обновление для интерфейса Xbox 360. Если быть точным, то уже завтра. Давайте узнаем, что там будет. Самое главное — бесплатный сервис Xbox Music. Это что-то вроде iTunes плюс Spotify, только лучше. Так, по крайней мере, Microsoft позиционирует новый музыкальный сервис, который позволит стримить любые песни на Windows 8 и Xbox 360, а потом и iOS и Android-устройства. Основное место обитания Xbox Music — это Windows 8, но отдельный плеер будет и для Xbox 360. Правда, уже за деньги. Также в обновлении дэшборда улучшенный поиск, рекомендации и еще парочка изменений. Только вот ни интернет-эксплорер, ни умного стакана смарт-глаз не будет. Их ждем позже. Маркус Персон опубликовал первое видео своей амбициозной космической саги Zero X10C. Как это читается, мы не уверены. Выглядит игра, скажем прямо, отвратительно, но это всего лишь ранняя альфа-версия. Dishonored не смогла занять первую строчку британского хит-парада. Футбольщик FIFA 13 оказался популярнее. Ну это же Англия. Ошибка в электронном магазине Origin позволяла пользоваться ваучером на 20 долларов неограниченное количество раз. Его выдавали всем, кто принял участие в анкетировании. Несложно догадаться, что кто-то обогатился на тысячи игр от Electronic Arts. На Канобу продолжают появляться интересные оперативные материалы. Рецензия на Half Minute Hero. Новый блог иностранного корреспондента Мэтью Эдвардса. У каких виртуальных героев есть реальные прототипы? Узнаете из нашего материала. И внимание! С сегодняшнего дня на Канобу стартует конкурс на лучший пост недели. На протяжении шести месяцев мы будем выбирать лучший материал среди пользователей и награждать его автора консолью PlayStation Vita. И так каждую неделю. А полный победитель получит шанс пройти стажировку в редакции. Так что старайтесь, творите и оставайтесь в игре. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова